МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Киселёвке следствие предъявило обвинение пожилому мужчине. Он убил собственного сына. Сидели выпивали, чего-то не поделили. Отец схватил ружьё, а позже признался, водка виновата. Здравствуйте. Это программа «Градус доверия». Я её ведущая Наталья Токмагашева. Сегодня мы вновь будем обсуждать палёный алкоголь. На этот раз в этой студии со мной медики. И мы будем говорить о том, как некачественный алкоголь влияет на организм человека, почему от него спиваются быстрее, ну и умирают в конце концов. Я представляю наших экспертов. Это Игорь Косых, он врач-токсиколог, и Андрей Лопатин, главный нарколог Сибири. Первый вопрос, Игорь, у меня как раз к вам. Вот скажите, пожалуйста, от пресловутых 100 граммов можно умереть? Если это метанол, то 100 грамм – абсолютно летальная доза для этого вещества, которое относится к суррогатам, ложным суррогатам алкоголя. Дело в том, что при современных методах, которые используются в нашем отделении, даже за жизнь выпившего 100 грамм метанола человека можно побороться. И у нас это удавалось. Но, тем не менее, не всегда его возможно доставить вовремя в больницу. И, как правило, такие люди умирают на другое в госпитальном этапе. Ну, на самом деле, не мудрено. На прошлой программе мы как раз и выяснили, что в некачественном алкоголе, самогоне, например, может содержаться вообще что угодно, начиная от бензина, заканчивая как раз техническим спиртом, метанолом. А сейчас я предлагаю посмотреть на экран. Давай. Опа! Все, снял. Спасни. Да все, снял я уже, все. Ну, что я портаю? Где она у тебя нитка-то? Да вот она, она. Изо рта, что ли? Да вот, ну, чувствуете их? Да, да, да. Вот. А она, эта собачка такая есть. А она зубами в рот лезет. А почему в рот-то именно? Да х**, вы знаете. Я Канаде убил. Канаде убили? Да. А как? Из винтовки. А зачем? У меня не нравился. Ну, я так думаю, вы поняли, что наше обсуждение мы начнем как раз с того, как некачественный алкоголь влияет на работу мозга. Андрей, у меня к вам вопрос. Почему вот так происходит вообще? Вот мы сейчас посмотрели и белую горячку, да, и просто какой-то пьяный бред. Вот от чего это зависит? Ну, это зависит от количества, от частоты употребления, и в том числе, естественно, качественный алкоголь или нет. Безусловно, это тоже важный фактор. То есть, если это антрафактный алкоголь... Нет, а можно вот с уверенностью сказать, что вот такое происходит именно из-за некачественного алкоголя? Ну, как правило, алкогольные психозы, а это именно алкогольные психозы, это как минимум вторая стадия алкогольной болезни, когда эти граждане начинают чаще употреблять, и преимущественно употребляют, уже некачественные, в том числе, естественно, дешевые, контрафактные, естественно, вредные, максимально вредные для здоровья, для мозга продукты. Результат вот налицо, то, что с ними происходит. А вот правда говорят, что у человека погибшие клетки мозга, они выходят вместе с мочой. Получается, что, по сути дела, мы мозг можем смыть в унитаз. Ну, это, конечно, в какой-то степени метафора, но хотя буквально, конечно, так и происходит. То есть, гибель нервных клеток, в ряде случаев это и есть, проявление, например, слабоумие. То есть, что, безусловно, вероятнее у этих граждан вне психоза мы и выявим. А смерть клеток, ну, конечно, это так, максимально упрощённо, но, по сути, это один из признаков алкогольной энцефалопатии. Других уже необратимых процессов, которые произошли в головном мозге, и вернуть психику, вернуть интеллект, вернуть, так сказать, способность быть адекватным уже для таких людей никогда не удастся. Клетки мозга не восстанавливаются. Ну, можно так сказать, да, к сожалению. Вот, знаете, пока отсматривала этот материал, вспомнила Венечку Ерофеева, да, вот самая замечательная, пожалуй, самая замечательная, пожалуй, книга об алкоголиках. Вот там ангел Венечке задаёт вопрос. А скажи, Венечка, когда ты понял, что ты дурак? Вот просто интересно, а в каких моментах начинает проявляться вот это вот сумасшествие? Ну, я уже сказал, это вторая стадия алкогольной болезни. Ну, то есть любой процесс, в том числе и алкоголизм, развивается по определённым, так сказать, признакам, стадиям, то есть определённая закономерность, как и во всём этом мире присутствует. То есть, условно говоря, если человек начал употреблять алкоголь впервые в жизни, то алкогольный психоз у него не разовьётся через день, через два. То есть должно пройти определённое количество лет, он должен употреблять определённое количество алкоголя, и в том числе, безусловно, играет роль, какой с точки зрения качества алкоголь он принимает. К сожалению, лица на Руси злоупотребляющие преимущественно начинают в том числе употреблять и контрафактный, и, так сказать, аптечный, там, какой угодно. И лишь бы, что называется, подешевле, лишь бы по мозгам по тем же ударяло сильнее, да? Поэтому вероятность развития уже вот в следующей стадии, за первой, естественно, вторая, за второй, третья, всё больше и больше нарастает. И мы видим быстрое изменение личности, быстрое формирование деградации, слабоумие и даже толерантность. То есть переносимость количества выпитого алкоголя у этих людей быстрее снижается. То есть им всё больше и больше надо, да, получается? Наоборот уже, например, в конце второй стадии, на третьей стадии, уже от крепких алкогольных напитков, и эти люди переходят там к вину какому-нибудь, портвишку там и так далее. Преимущественно тоже подпольному, палёному, гомеры всякие, вот как раньше особенно были распространённые три семёрки и так далее, и так далее. Все эти продукты, как правило, подпольного контрафакта. В нормальном магазине, по-моему, их даже и не бывает в продаже. Ну да, вы, пожалуй, правы. А вот то, что люди, бывает, слепнут, например, да, от того, что пьют некачественную водку, это тоже от работы мозга зависит. Ну, это уже действует... Это уже от прицельного. Игорь, наверное, лучше скажет. Дело в том, что по сертификации у нас даже в алкоголе нормальном, который продаётся в качественном магазине, присутствует метиловый спирт. Просто доза его там настолько мала, что он не может вызвать серьёзных проблем для человеческого организма. Несертифицированный алкоголь, контрафактный, он, как правило, вот эти все предельно допустимые величины зашкаливает несколько раз. Метиловый спирт как раз и влияет на зрительный нерв. Он его разрушает. И эта слепота, она необратимая. Хорошо, сейчас я предлагаю посмотреть на алкоголика, который пил больше 30 лет. О, всё за рублём до 2005 года. Ну, и где колон, где чё. Всё. В основном водка рассчитывается. Спирт. Ну, так пристрастился. Всё, что горит. Начиная с гомера, кончая вот этой водкой поживания. И спирт, и одеколон, и чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. И лану, и всё-всё-всё-чё. Ну, то есть вы поняли, да? Человек очень много употреблял спиртных напитков, да, на протяжении долгого времени, а теперь у него появились проблемы. Он ходить нормально не может. А вот объясните мне, почему вот это происходит именно так? Почему человек так плохо стал ходить после того, как он начал тренировать? Ну, это алкогольное поражение нервных стволов. То есть это уже тоже, ну, действительно стадия. Настолько интоксикация была хроническая, длительная, и плюс вот, видимо, употребление некачественных продуктов, что это признак как раз алкогольной полинеэропатии. Характерная такая походка именно алкоголиков. Мы издалека это видим. Но это уже тоже говорит о практически необратимых изменениях в нервной ткани у конкретного субъекта. То есть это прогностически уже очень неблагоприятно. Ну, это говорит об изменениях. Игорь, могу немножко добавить, да. Просто разрушается структура нервного волокна, его оболочка. И это происходит, как правило, и из-за длительности употребления спиртных напитков. И в том числе люди, которые привыкли пить много и часто, они не любят закусывать. Вот это основная проблема развития. То есть надо закусывать? Обязательно. А смотрите, если речь идёт о нервах, получается, что может осложнение появиться не только же на ногах, правильно я понимаю? Конечно нет. А где ещё, какие ещё могут быть болезни? Именно что касается нервной системы. Любой орган, как говорится, у кого какое слабое место, поэтому практически, наверное, мы не найдём органы и ткани, которые не страдают. Алкоголь и его продукт распада, самые токсичные канцерогены, ацетальдегид, он, естественно, циркулирует во всех тканях. И его концентрация постоянно во всех органах тканей. Нет, ну а конкретно что там? Руки могут отказать, я не знаю, голова не будет поворачиваться. Мы видели походку, у кого-то и руки откажут, у кого-то сердце, у кого-то печень, у кого-то желудочно-кишечный тракт. Так, хорошо, вот как раз об этом сейчас мы поговорим. О том, что алкоголь-то действительно действует не только на нервные клетки, но ещё и на пищеварительную систему. Пожалуй, главный удар как раз приходится на неё, да? Смотрим видео. С отмечания праздника не могла закончить пить. Всё, деньги на нормальную водку уже всё не стало хватать. Пошла в ларёк, сказали, что в ларьке можно купить такую водку, ну, как бы типа водки. Ну, всё вот купила и это. Выпила дома. Одну бутылку и что? И сразу рвота. Сразу плохо, короче, стало, сразу рвать начало. Ну, по скорой привезли сюда. Всё вот так. Ну, как, ну, что сразу не пошла привкус во рту, сразу появился в гортане, что вот какой-то как, какой-то, ну, как, типа не то, что бензина, а как, ну, вот это, не знаю, как технического какого-то, какого-то, вонючего чего-то. И как-то изжога сразу пошла, такая вонючая вот эта вся, вся эта песня. Всё и это. И сразу прям плохо так. Ну, сознание не то что теряла, как бы, наверное, может быть, я пьяная там и валялась без сознания там, но как бы это, наверное, мост потом поднималась, наверное, снова ещё пила, наверное, ещё.